Приветствую вас на своем канале. С вами Светлана. Сегодня хочу показать, как быстро и просто можно обметать петлю с помощью вот такой лапки. Для начала в специальное отверстие на лапке помещаем пуговицу, под диаметр которой будем делать петлю. Фиксируем пуговицу в лапке. Снимаем основную лапку и устанавливаем нашу специальную. Также обязательно опустите рычажок, который ограничивает наш размер петли. Опускаем до упора. Выбираем нужную нам петлю. Я буду делать обыкновенную прямоугольную под номером 20. На машинке выставляем нужную операцию. Она сама подсказывает, что нужно поменять лапку и ее номер. Также опустите рычажок. Намечаем место расположения петли. Проводим линию перпендикулярно сгибу. После этого проводим линию параллельно сгибу на расстоянии половины диаметра пуговицы. После этого деталь подставляем под лапку. Так, чтобы наши пересечения линий оказались в свободном прямоугольнике. Под иглой. Опускаем лапку и нажимаем на педаль. Обратите внимание, пересечение линий ровно по центру. Вот посмотрите, как красиво обрабатывается петля. Также обратите внимание, при обметывании петли я всегда убираю приставной столик. Так, как моя лапка за него задевается. Вот такая петля должна получиться. Для того, чтобы ее аккуратно прорезать, нужно спереди и сзади петли вколоть булавки. Так, чтобы ваши ножницы или распарыватель при разрезании петли в конце в них упирались. Таким способом вы не повредите конец петли. Вот такая красивая и функциональная петля получилась. В нее можно спокойно продеть пуговицу и ничего не будет болтаться. Надеюсь, это видео вам будет полезным. Кому понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень рада.